Мы думали, что мы приедем в Киев на неделю, погостить у друзей, пока все наладится. Из-за того, что перед выборами нам сказали, что вы не можете прийти на выборы, кто придет на выборы, того расстреляют. Последовали определенные действия после этих слов. Мне пришлось резко сына забрать со школы, в школьной форме, с портфелем. Но уже прошло год и четыре месяца, и наш город Красный Луч, Луганская область, до сих пор находится под оккупацией. Там у меня был свой бизнес. Я больше 10 лет частный предприниматель. У меня был свой офис. У меня было свое небольшое кафе и тренинговый центр. Я была также социальным работником, глава общественной организации. Входила в городской совет. Когда мы приехали и поняли, что мы здесь не на одну неделю, то начали искать жилье и работу. Статус переселенца много чего решает. Очень сложно было найти жилье, потому что если мы говорили, что с нами дети, хотя дети у нас взрослые, сразу же риэлторы бросали трубку. По счастливой случайности, через интернет, я познакомилась с Андреем Федоровичем Лопенюком. Он голова инициативной группы и общественной организации «Восток Киев. Помощь. Честная и Святая Краина». Я стала его заступником и начала тоже помогать таким же, как я, переселенцам. Это компактное поселение переселенцев. Сейчас здесь находится 111 переселенцев из зоны АТО. Из них больше 40 детей. Сегодня были также звонки, люди ищут жилье. Через этот волонтерский пункт прошло более 30 тысяч человек. Больше 600 человек здесь проживало. Менялись, уезжали люди, возвращались и так далее. Горячая правительственная линия или даже депутаты, они к нам направляли переселенцев за помощью. И основными партнерами в работе с переселенцами является АДРА. Добрый день, приветствую вас. Здравствуйте, Анатолия. Приятного вас блачу. Здравствуйте, дрова Ленка. Ленка, вы знаете, так? Конечно. Которые за это время поставили душевые кабинки, купили стиральные машины, покупали дрова на отопительный сезон, мебель, шкафы, стулья. Полностью снабдили строительным материалом для ремонта 14 комнат для переселенцев. В этих комнатах, в которых сейчас идет ремонт, можно будет поселить около 90 человек. Больше, чем от АДРА, мы ниоткуда помощи не получали. Это очень замечательная команда. С ними работать легко. Они очень человечны. Как бы даже предупреждают вопросы и нужды, которые у нас есть. И это большое благословение для страны. Продолжение следует...